Хей, катаны! С вами Кристина Финк и это передача 1 на 1, в которой мы сравниваем так или иначе похожие вещи, рассматриваем их со всех сторон, а вы выбираете, что же из них круче. В прошлом выпуске мы говорили о телевидении и ютюбе, и вы знаете, кто победил? Ну, конечно же, ютюб, где еще вы посмотрите это видео? А сейчас новая тема! Бизнес против творчества! Любая творческая личность, любое произведение неизвестного автора, любая музыкальная группа, подающая большие надежды. Попадая в руки предприимчивых продюсеров, все это сразу становится инструментом для выкачивания денег из поклонников. Когда творчество превращается в бизнес, оно теряет свою зиминку, которая была раньше, до денег и до славы. Так что же выбрать, оставаться голодным художником или зарабатывать, превращая хобби в работу? Качество! Каждый из нас мечтает прославиться, выступать на сцене, снимать видео, которые будет смотреть тысячи человек. Но не каждый может создать нечто достойное, да еще и на высоком, качественном уровне. Вспомните, как начинали нынешние топовые видеоблогеры. Простенькая камера, не самый лучший микрофон, низкое разрешение. У команды, которая мечтает снять свой фильм, но не имеет денег, оборудование, павильона, в лучшем случае получается лишь камерный арт-хаус. У группы молодых музыкантов, которые записывают песни в гараже на чистом энтузиазме, редко бывает возможность открыть свою студию, улучшить качество звучания. Однако у них есть желание создавать, есть идеи, есть творческий порыв, и тогда на свет появляются уникальные произведения. Люди получают что-то новое, устав от попсовых песен и фильмов. Как только творческого человека замечает продюсер, как только он получает финансирование и заключает контракт, он по сути становится наемным рабочим. Он по-прежнему сочиняет песни, пишет книги, снимает видео, но только относиться к этому начинает совсем иначе. Хобби становится работой. Музыка звучит лучше, ведь уже не надо собираться в гараже и записывать ее на старый микрофон. Теперь у вас есть профессиональная студия. Юным режиссерам выделяют большие бюджеты, они получают возможность раскрыть свой творческий потенциал в полной мере. В свою очередь продюсеры требуют максимальной отдачи, хотят оправдать свои вложения, и в какой-то момент творчество превращается в конвейерное производство одного и того же продукта. Стоит только талантливому автору написать бестселлер, как права на его экранизацию сразу же скупают жадные голливудские киностудии. А потом по каждой книге литературного цикла каждый год выходит новый фильм. А когда финал истории уже почти подоспел, американские продюсеры придумывают новый способ выжить побольше денег из франшизы и разбивают последнюю книгу на два фильма. Начало этой тенденции положил Гарри Поттер, а дальше ее подхватили сумерки, голодные игры, и кто знает, что же будет следующим. Авторы оригинала обычно ничего против такого подхода не имеют, ведь им в карман тоже капает свой процент. Остается только поразиться их выдержке и не продолжать любимую во всем мире историю, ведь соблазн еще больше обогатиться очень велик. Но разве каноничные семь книг о Гарри Поттере были бы столь же ценной, если бы Роулинг решил описать продолжение до бесконечности? Не спроста принято считать, что вторые, третьи, четвертые части успешных проектов всегда хуже первой. Потому что именно там авторы воплощают все свои творческие замыслы, представляют все самые оригинальные идеи. Во второй раз это уже выглядит самоповтором. Игры серии Assassin's Creed хорошо это демонстрируют. Первая часть была новаторской, пусть и не без очевидных огрехов. Вторая исправила эти недостатки, но уже не вызвала тех же эмоций. Дальше начался конвейер, который и по сей день стабильно приносит Юбисофту кучу денег. Но истинного творчества в каждой новой игре становилось меньше. Новые части делаются по шаблону и похожи друг на друга как близнецы. И хотя я люблю эту серию, перепроходить какую-то из прошлых игр точно не буду. Творчество это создание чего-то нового, изобретение и улучшение. А бизнес это извлечение выгоды и поиск возможности заработать. И когда в дело творчества вмешивается бизнес, то идет тщательная работа по извлечению прибыли из имени автора или произведения, ставшего хитом. Ограничения До тех пор, пока творец не подписал никаких контрактов, он свободен и может распоряжаться своими произведениями как ему угодно. Автору нужно, чтобы его знали, смотрели, слушали, читали. И лучшей наградой для него будет большое количество просмотров, лайков и репостов. Он с удовольствием разрешит использовать свои песни в саундтреке какому-нибудь видео, ведь тогда в комментариях точно будут спрашивать, что за песня. Но вот стоит только ему связаться с продюсером, как в дело сразу же вступит закон об авторском праве. И ведь принадлежать все последующие произведения, написанные нашим автором, будут вовсе не ему, а компании, с которой он подписал контракт. Свободно распространяться эти произведения уже не будут. Однако для тех авторов, которые не хотят связывать себя контрактами со спонсорами, но хотят создать высокобюджетный проект, существуют сервисы вроде Кикстартера. Фанаты творчества автора получают возможность помочь ему в создании нового шедевра. Контракты, которые подписывают юные дарования в начале своей карьеры, пока они еще не стали слишком популярны, связывают их по рукам и ногам, заставляют делать то, что приносит прибыль, а не то, чего хотят они сами. Создавать что-то новое и радовать своих зрителей это всегда здорово, а если ты все делаешь правильно и хорошо, то когда-нибудь сможешь на этом даже заработать. Я свой выбор сделала, а вы? Переходите в нашу группу по ссылке в описании и голосуйте за творчество или за бизнес. Там-то мы и узнаем, кто из вас громче кричит «Продался!». С вами была Кристина Финг. Переходите на мою страницу ВКонтакте, если хотите увидеть больше видео со мной. А на сегодня все. Отбой, котаны! Я буду счастлива так, словно моему суперкреативному проекту не нужен продюсер, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 фактов о 50 оттенках серого и прошлый выпуск 1х1 про ТВ и Ютуб. Субтитры сделал DimaTorzok